По давно сложившейся традиции, в канун Нового года руководство администрации Ленинского района чествует лучших представителей молодого поколения, отличников учебы, победителей предметных олимпиад, конкурсов, соревнований. И этот год не стал исключением. 14 ребят пригласили на торжественный прием. Их отличает талант, настойчивость и упорство. Они – лауреаты, призеры и победители международных, республиканских, областных и городских конкурсов и фестивалей, олимпиад и спортивных соревнований. Я постоянно участвовала в каких-то конкурсах, в различных олимпиадах. И сейчас, этот год не исключение, я победитель районного этапа олимпиады по русскому языку и заняла второе место на районной олимпиаде по белорусскому языку. Также в прошлом году я стала победителем областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси» и представляла Брестскую область на республиканском этапе. Также победитель научно-исследовательских конференций «Дети творчества и интеллект» от школьного проекта к профессиональной карьере. Также в прошлом учебном году я участвовала в пятой международной научно-практической конференции в Казахстане, где тоже стала победителем. Это лишь небольшая часть побед, которых достигла Елизавета. Не менее внушительный список достижений и у остальных ребят. Ведь на торжественное чествование были приглашены лучшие учащиеся школы, гимназии и лицеев Ленинского района Бреста. А помогают, поддерживают ребят в их стремлении достигать вершин в учебе, спорте и творчестве самые близкие люди – родители и наставники. Достижение этих ребят – это, конечно, трудоемкая, большая работа наших педагогов, наших учителей в различных дисциплинах, которые действительно отдают свои знания, свою мудрость, свои силы, свои, скажем так, различные навыки, которые и как родительские навыки. И эти ребята достигли того, чего они сейчас достигли, они победители всего этого. Поэтому я хочу, конечно, поблагодарить наших уважаемых педагогов с высокими достижениями их учеников и поздравить всех с наступающим Новым Годом. Участниками торжественного мероприятия стали и представители предприятий Ленинского района, и Белтелекома, и Белнефтехима. Они не только рассказали о деятельности и возможностях своих организаций, но и выразили надежду встретить этих талантливых ребят в скором будущем. Правда, уже в другом статусе. Конечно, гордость присутствует. Говорят, что дети – это как бы своеобразное зеркало поведения взрослых. И оно действительно так и есть. Мы должны своим примером, своими какими-то действиями, своими, наверное, правильно сказать, частичкой благодарности всегда их немножко подталкивать и благодарить за то, что они действительно достигли какого-то, пускай маленького этапа, но в своей жизни. Да, такая молодежь вызывает чувство гордости и дает уверенность, что этим юношам и девушкам под силу построят счастливое будущее своей страны. А потому искренние поздравления с наступающими праздниками, а главное, за серьезные успехи в учебе, спорте и творчестве звучали в адрес учащихся. Им же были вручены достойные подарки, которые станут ярким воспоминанием и хорошим стимулом для дальнейших побед. Продолжение следует...